Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 10 февраля. Страдание святого священномученика Харлампия, епископа Магнозийского и с ним мучеников Порфирии и Ваптофа и трех мучениц-жен. Царство нечистило царя Римского Севера при распространении церкви Господа нашего Иисуса Христа. Служение бесам стало упадать, и самое идолопоклонство прекращать. Светитель, Север, царство 193 по 211 год. В это время в городе Магнозии жил святой епископ Харлампий. Он наставлял людей на путь спасения и получал их к Богу Божию. Он говорил, «Царь мой Иисус Христос Духом Святым послал апостолов и пророков, дабы людям, разумившись их святой проповедью, пошли неуклонно путем правды. Ваш же, царь Север, лютыми муками принуждает людей в приношении жертв бездушным идолам и этим самым предает души их вечной смерти. Иисус Христос, царь мой, через пророков и апостолов предал нам слова небесной жизни. Этой проповедью враг наш изгоняется, зми попирается, неверие притворяется в веру. Учение же бесовское погибает, и падает в своем лютом падении вся прежняя сила вражия. Итак, должно лучше веровать словам, наставляющим на путь вечной жизни, нежели стоять за дело, причиняющее вечную пагубу». После подобных слов святой епископ был схвачен неверными представленные стезаниями сутки Егимону Лукиану и к военностальнику Лукию. Когда священномученик Харлампий повторил перед ними то же самое, Егимон сказал ему, «Ты от избытка сердца своего говоришь безрассудные слова, не отличая добра от зла. Но, честный старец, не думай, что ты не будешь замучен за эти слова. Поэтому, послушавшись нашего совета, веди себя, как подобает старцу, и хорошо размыслив, приступи к богам с жертвою, дабы нам не причинить тебе таких мук, каких ты не можешь тебе и представить». Святой Харлампий отвечал, «Я уже состарился и оканчиваю это временное житие. Ни за что не призрю предстоящих мне небесных благ». Тогда судьи, пришедшие в ярость, начали приготовлять все для лютых мук. Причем говорили ему, «Принеси жертву богам, злой человек». Святой Харлампий отвечал, «Не принесу я жертвы бесам, ведь вы видите, что бесы, которых вы почитаете, трепещут и содрогаются перед крестным знаменем Христа». После этого судьи приказали совлечь в Харлампий его священные одежды и обнаженным стали мучить этого ангелоподобного мужа. Повесив священномученика, двое из слуг стали терзать тело его железными когтями. И так продолжали до тех пор, пока не содрали всю кожу с головы до ног. Святой же Харлампий, весь истерзанный, так говорил мучившим его, «Благодарю вас, братья, что, истрогав мое бренное тело, вы обновили дух мой, стремящийся перейти в новую вечную жизнь». После этих слов святого обоих мучивших его воинов объял ужас, и они сказали судьям, «Бесчестие, наносимое вами этому человеку, обращается ему не в честь, а в муки, в отраду». Не если он сам Христос, приняв подобие старца, не пришел ли он в Азию, чтобы обратить к себе всех ее жителей. Тело его, терзаемое железными когтями, становится тверже железо, так что когти вбиваются в него, а оно само остается невредимым. Когда воины это сказали, егемон, заскрежетав зубами, восклик, «У, злые рабы, ленившие из исполнения повелений!» «Не делаю вам, что приказано, вы еще и защищаете осужденного на муки!» Воины же, мучившие святого Харлампия, изнемогли наконец совершенно, и стали уже открыто исповедовать и прославлять силу Христову, так укреплявшую страдальца, и потому точно же оба были усечены за имя Господне, имена их были Порфирий и Ваптос. Также уверовали здесь во Христа и три женщины, смотревшие на страдания мученика. Они стали прославлять пресвятой и всесильное имя его, и за это были замучены. После этого полководец Луки, встав в свое место и взяв орудие палачей, сам стал мучить святого Харлампия, жестоко терзая все тело его. И то тяжа руки его отнялись от локтей, как бы отсеченные мечом, и, прилипши к телу мученика, повисли на нем. Луки без рук упал на землю и стал взывать, «Всей человек, чародей, помоги мне, Егемон!» Егемон, подойдя и увидев, висевший на теле мученика, руки своего полководца, плюнул в лицо святого Харлампия. И в это мгновение глава Егемона повернулась, и лицо его уже стало смотреть назад. Тогда магнезийцы, объятые великим мужеством, начали молить святого мученика, произнося, «Оставь свой гнев и отврати Божие мщения, ведь тебе же повелено, чтобы ты не воздавал злом за зло!» Святой Харлампий сказал на это, «Жив Господь Бог, что в сердце моем нет злобы, а на языке лезьте. Вы сами видите, как Христос Бог наказал этих беззаконных начальников. Он же дарует нам и жизнь вечную, а нечестивых погубит». Тогда все воззвали Господу, «Господи, не погуби нас, согрешивших тебе! Вот ты имени Божий наказал наших князей, дабы привести нас к свету и соделать достойными жизни вечной!» И уверовало здесь во Христа великое множество народа. После этого Луки сказал, «Человек Божий, ангел Господень, помилуй меня, люто страждущего! Мои вот руки отягощают тебя, вися на твоем теле! Возврати их на свое место, тогда и ты избавишься от тягости, и я исцелюсь от своего недуга! И если ты это сотворишь, я уверую в твоего Бога!» Тогда Святой, изливая перед Господом свое моление, воскликнул, «Варух, Мануил, Маранафара, Вуни, то есть благословенный с нами Божий Господи наш, восприявший нашу плоть, учитель мой, призрено смирение окованных, разреши от узг кары, студий моих сих, исцели меня, всего изъявленного исповедника твоего!» И хоть послышался голос с неба, произносивший, Харлампий, земной светильник, озаряющий и небо, слуга ангелов, сожитель пророков, друг апостолов, сабоин мучеников, и моей беседы достойной, я услышал молитвы твои и принял слова уст твоих, да будет это моление твое и высцеление этим болящим!» И тотчас же Луки и Егимон, Лукиан, исцелились от своих болезней. Тогда Луки, припав к ногам святого мученика, стал просить крещения, каково вскоре удостоился, а Егимон прекратил гонение на христиан, пока сказал он, «Я не извещу обо всем этом царя!» После этого многие, приходя к святому, по исповеданию грехов своих, крестились, а больные различными недугами получали исцеление. Егимон же Лукиан, отправившись к императору Северу, который тогда находился в Антиохии Писидийской, рассказал ему обо всем, что произошло в Магнезии. «К нам явился, — говорил он, некий человек из общества Галилеян. Он начал всех отвращать от богов, больным же подавать исцеление, полководец Лукии, исцелев уверовавшего Христа, да и вся почти Магнезия приняла его веру. Я же тоже выздоровев пришел сюда возвестить обо всем этом твоему царскому величеству». Услышав это, Север, исполнившись гневом, воскликнул, «О, вечные боги, опозоренные нечестивыми людьми! Зачем учение этих лживых людей так распространилось на земле?» И тот час он послал триста бесцеловечных и лютых воинов схватить святого Харлампия. Он приказал им сначала предать святого мукам, а потом привезти его из Магнезии в Антиохию. Воины, возвращаясь к царю, повели с собой и мученика Христова. Они сбили в тело его острый железный гвоздь, бороду же, довольно длинную, плели в веревку, и, обмотав ее вокруг шеи, так и влафили святого на пути к царю. И когда они уже отошли от Магнезии на пятнадцать стадий, шеф из правой стороны конь, обратившись к воинам, человеческим голосом ясно проговорил, «О, триста воинов, вы трижды скверные слуги дьявольские! Разве вы не видите присутствующего с человеком Христа Бога и Святого Духа? Зачем же вы все это ему делаете? О, жестокосердные! Освободите же того, кого не можете связать, дабы вам и самим освободиться от уз». Воины были весьма устрашены такой человеческой речи, сказанной конем. Однако, исполняя царское повеление, продолжали влачить святого мученика Контиокии. В это время дьявол, преобразившись в царца, предстал царю северу и сказал ему, «Увы мне, царь, я сам владетель скифских, но в страну мою пришел некий человек по имени Харлампий, великий волн, и все воинство мое отвратило от меня, народ же весь присоединился к легионам моим, и вот я, оставленный всеми, пришел предупредить тебя, как бы и с тобой не случилось всего подобного, лишь только дьявол произнес это, как святой Харлампий, влачимый воинами, приведен был к царю. Царь, увидев его, тотчас же вонзил в грудь его три острых кола, а потом приказал принести дрова зажечьих и полить мученика огнем понемногу, дабы он не сразу умер, но подольше терпел муки. Когда так святого Харлампия долгое время мучили, некая женщина, стоявшая там в это время из желания угодить царю, взяла горящие уголи и посыпала ими голову, лицо и бороду мученика, говоря, «Умри, старец, умри! Лучше тебе умереть, нежели соблазнять нас своим мстилым учением!» Эта женщина была царской наложницей. Сестра же ее сказала ей, «Или ты, окаянный, не боишься Бога? Исполняя волю царскую, ты прогневляешь Бога! Не поможет тебе сей вер, когда на тебя прогневается Христос!» И, обратившись к мученику, проговорила, «Человек Божий, честна есть старость твоя, и с тобой Бог в коего и я желаю уверовать и избавиться от грехов моих!» После всего, когда огонь уже погас, а судьи, мучившие святого, изнемогли, хотя сам мученик оставался невредимым и совершенно здоровым, царь произнес, «Перестаньте мучить человека сего, пусть он отвечает на мои вопросы!» И когда святой мученик приведен был ближе к царю, Север сказал ему, «Харлампий, беседуя рано утром с старым скифским, я разгнился и похудел тебя, но, претерпев теперь это мучение, ты останешься у нас в честь, если ты побудешь отвечать мне на то, о чем я буду тебя спрашивать. Много ли тебе лет?» И той Харлампий отвечал, «Много времени провел я в этой суетной жизни, я прожил сто тринадцать лет, как же, прожив столько лет, сказал Север, и до сих пор не познал бессмертных богов». Святой мученик отвечал, «Прожив много лет, царь, я приобрел и великое знание, познав Христа единого истинного Бога, я и уверовал в Него». Царь после этого спросил его, «Имеет ли он жену или нет?» Святой отвечал, «Я стяжал себе небесную деву, то есть царство Христа моего, на земле же не имел жены». Тогда царь спросил его, «Умеешь ли ты воскрешать мертвых?» «Это не во власти человеческой, отвечал святой, но во власти Христовой». Когда царь велел привести человека уже долгое время, одержимого злым духом, тридцать пять лет дьявол мучил этого человека. Желая погубить его дух злобы, то гонял несчастного по пустыням и горам, то взвергал его в дебри, болота и расселены земные. Когда человек этот был близко, подведен ко святому, то, обоняя благоухание от святого, тот час же воскликнул, «Молю тебя, Раб Божий, не мочи меня прежде времени, но повели словом, чтобы я вышел. Если хочешь, я тебе скажу, как вошел в этого человека». Святой согласился, и дьявол рассказал следующее. «Этот человек хотел обократь ближнего, но он сказал сам себе, если я сначала не убью наследника его, то не в состоянии был захватить его богатство, не убив ближнего, уже хотел восхитить его наследство. Увидев его в таком состоянии, я вошел в него, и вот уже 35 лет, как обитаю в нем». Тогда святой Харлампий сказал дьяволу, «Выйди из всего человека и не причиняй ему больше никакого вреда». И тот час же дьявол оставил его, и бесноватый стал здоровым. После этого царь воскликнул, «Поистине велик бог христиан!» Спустя три дня умер некий юноша. Царь, приказав принести мертвеца к себе, сказал святому Харлампию, «Помолись своему богу, да воскреснет этот мертвец!» Святой, помолившись, воскресил мертвого. Не уверовало при этом много народа во Христа. Сам царь удивлялся, видя таковые чудеса. В это время при царе был некий епарх по имени Крисп. На совете с севером он сказал ему, «Сотри человека сего с лица земли!» Он волк! И свои чудеса творит чарованием! Царь, поверив словам Криспа, изменив свое прежнее доброе чувство к мученику, сказал ему, «Харлампий, принеси жертву богам, и ты избежишь руки убийцы!» Святой отвечал, «Муки приносят мне великую пользу! Насколько тело мое покрывается ранами, настолько радуется во мне дух мой!» Тогда царь, разгневавшись, приказал бросать камни в уста святого. Бьющие же его приговаривали, покорись царю, дабы не умереть тебе без вины. Наконец царь сказал воинам, «Возьмите горячие факелы и зажгите ему бороду, и опалите лицо его». И вот, когда воины поднесли факелы к бороде святого, из нее вышло большое огненное пламя и, устремившись на стоявших вокруг людей, опалило до семидесяти нечестистов. Увидев это, Север исполненный ярость и сказал, «Правду сказал мне царь скистки, что Харлампий волк, и что он также хочет и от меня отвратить мое войско!» И потом, обратившись к своим вельможам, он спросил их, «Не скажете ли вы мне, кто это Христос, в которого верует Харлампий?» «Христос, это сын Марии?» отвечал ему Крисп. «Он рожден нею от прелюбодеяния!» Тогда некий человек по имени Аристар сказал Криспу, «Не боясь лось! Откуда ты слышал эту тайну и почему знаешь, кто такое были Мария и Христос?» На это Крисп с гневом сказал, «Ты разве мудрее меня?» «Да, я больше знаю, чем ты», отвечал Аристар. «Да, царь, Север воскликнул, «О, злой человек, мне ли ты хочешь противоречить?» Аристар на это ответил, «Нет, царь, ни тебе не хочу противоречить никому люботу другому, я только защищаю Христа». После этого царь, горя яростью, взял лук, натянул его и пусти стрелу вверх, сказал, «Христос, если ты живешь на небе, сойди к нам и поставь шатры свои на земле, вот я готовлю на тебя брань ими и много войска, чтобы восстать на тебя, и так сойди на землю и встань против меня, если же ты не сойдешь, я не изложу небеса, угашу солнце и сам схвачу тебя своими руками». В то время как царь так дерзко и бесстыдно говорил на Господа Христа подобные хулы, земля потряслась и на всех напал великий страх, разгневанный Господь как лист поколебал землю и сверху были слышны страшные раскаты грома и видны были молнии, так что все здесь стоящие от страха как бы омертвели. Царь же и вместе с ним епарх Крисп, связанные какими-то невидимыми узами, поднялись от земли и как будто висели в воздухе. тогда царь воззывал к мученику Харлампий, все это случилось по моим грехам и я справедливо терплю эту букву, но ты помолись Богу своему дабы мне избавиться от этого мучения и я прославлю имя его и твое по всему городу, ибо я объят от Христа твоего великим ужасом. В это время к ним подошла царская дочь по имени Галина и сказала Северу Отец мой Никто не может противиться Богу ибо для христиан он есть надежда а для нечестивых погубитель уверуй в него и он сохранит тебя и освободит от тех невидимых уз коими ты сейчас им связан связавший тебя есть вечный и всемогущий Бог так что перед святым мучеником блаженная Галина сказала молю тебя раб Божий помолись Господу Христу и свою молитвою освободи отца моего от всех невидимых уз и лишь только святой Харлам ты помолился как прекратилось это страшное прещение Божие и царь освобожденный вместе с хипархом от казни встал на землю и сказал владыка неба и создатель земли помилуй меня живущий на небе призри милостивно на землю после царь моей местности и вот внезапно я увидела большой огороженный сад в котором были насаждены всякого рода благоухающие деревья посреди жених рос прекрасный виноградник а в этом винограднике стоял высокий кедр при корнях которого струнился источник около этого места стоял грозный страж не позволявший никому войти в этот сад вблизи я увидел отца моего и непарха криспа которых стерегущий этот сад своим огненным мечом отгонял от этого места в это время я была объята великим страхом и только молилась чтобы этот страж позволил мне остаться там он же в это время сказал мне подойди сюда и я тебя на раменах своих счастью внесу в свой сад и когда я в нем была под кедром при источнике я услышала что кто-то говорит тебе подобным тебе дано сие место вот каково видение было мне я теперь умоляю тебя окончила галина скажи мне что это означает свят тогда святой харлампий сказал ей твой сон означает следующее изобилие воды это есть дарование духа святого сад же огражденный это рай виноградник означает упокоение в раю праведников а благоухающие деревья лики святых ангелов высокий кедр знаменит крестную славу Христа источник же жизнь вечную дарованную крестом роду человеческому а страж который принял тебя на раме на свои это Господь Христос который оставил в горах девяносто девять овец стал искать пропавшую овцу и найдя ее взял ее на раме на свои отец же твой вместе с епархом будут изгнаны от рая Божий ибо они теперь благодарные Богу скоро снова будут непокорны ему спас в дьявольские святи действительно вскоре после страшного наказания Божия царь Север опять впал в заблуждение и оставив Бога крепкую мышцу коего он только что познал снова обратился к идолам позвав к себе мученика он сказал ему Харлампий послушайся совета моего поклонись богам и ты будешь у нас в чести святой отвечал не может того случиться чтобы раб Божий мог пролеститься словами мучителя поистине царь слова твои безрассудны и нелепы тогда разгнева шестиверь сказал о безумный человек ты считаешь мои слова безрассудными и приказал прицепить за его губы удилищный крючок и так водить его по всему городу дай 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 же царя приступив к отцу своему сказал отец что ты делаешь зачем ты мучаешь этого праведника зачем увязаешь дьявольские сети и оставив добро избираешь злое зачем отвергнув жизнь ты предпочитаешь смерть зачем ты с яростью мучителя восстаешь на этого раба Христова послушайся меня отец и как прежде ты стремился козлу так теперь по усердствию ко всему благому ибо кто сеет зло этот зло и пожнет все ищися благословения пожнет доброе вспомни о бывшем над тобой наказании Божием когда ты был связан невидимыми узами и вися в воздухе исповедовал истинного Бога теперь же освободившись от уз ты отрекаешься от него так многие властители при каре Господа познают силы его а освободившись от наказания снова забывает своего Господа выслушав этот царь Север нисколько не исправился но еще более возъявившись сказал принеси жертву Богам Галина что ты хочешь я все сделаю отец сказала она ему на это тогда царь возрадовавшись произнес да будет освобожден Харлампий так как дочь моя согласилась принести жертву Богам когда святой мучник приведен был к царю Север сказал ему вот дочь наша Галина отпала от твоей веры в нашу и теперь хочет принести жертву Богам войди и ты Харлампий вместе с ней в храм Богов наших и сотвори чего мы от тебя желаем так как Харлампий на это ничего не ответил то царь подумал что он согласился между тем Галина отправилась к храму Дии Аполлона и сказала там жрецам в покаянии я пришла умолить богов коих прогневала уверовав во Христа жрецы же на это воскликнули великий Дии всесильный Аполлон творец неба и царь всем владыкам призри на Галину и ради царя Севера помилуй ее блаженная же Галина войдя в Идовское капище подозвала к себе жрецов и спросила их какого идола мне прежде всего не изложить идола Дии или Геркулеса и Аполлона нет Галина отвечали жрецы не замышляй подобного зла и не издевайся над спасителями и сокрушат всю землю тогда Галина взяв Диева идола сказала ему если ты бог то как бы сих пор не мог увидать что я пришла сокрушить тебя сказав это Галина сильно ударила о землю идола и он разбился на три части потом она схватила и идола Аполлона и та же разбила его приговорив поди на землю ты сатана сгорбный старик ведь ты прах и она сокрушила всех идолов тогда жрецы придя к северу сказали о царь погибла наша надежда не солнце угаснет и мир погибнет ибо наши боги умерли царь удивившись спросил что означают эти ваши слова Галина твоя дочь сокрушила наших богов отвечали они тогда север сказал идите и призовите ко мне сегодня ночью пятьдесят кузнецов идолов же возобновив поставьте снова в их храм и скажите что они воскресли как галилеяне говорят о христе своем что он восстал из мертвых жрецы исполнили все это с великим чьянием утром явившись царской царской дочери они сказали пойди в храм и посмотри на наших воскресших богов боги воскресли спросила Галина пойду уже посмотрю на них жрецы сказали поистине великое чудо обеспеченные поруганные вчера они ныне сияют еще больше чести и славою на это блаженная Галина сказала новых идолов мне легче разрушить чем старых и обратившись к идолу Дия добавила воскресший из мертвых Юпитер тебе приказываю иди опять к мертвецам сказав это Галина снова разбила все идолы тогда жрецы исполнившись ярости вторично занесли царю о погибели своих богов север позвав к себе дочь свою сказал ей зачем ты сокрушила наших богов Галина отвечала вы называете их своими богами только потому что прельщены ложным мучением они не более как бездушная вещь на это царь воскликнул приняти жертву богам всеми нечестия а не мое рождение на это блаженная Галина как бы посмеялась над ним сказала я уже принесла им жертву насколько сумела но если ты хочешь я тоже могу сделать и с остальными твоими богами тогда разгневанный царь оставил дочь свою и обратился снова к истязанию святого мученика Харлампия он отдал его на поругание одной вдове когда Харлампий входил в дом этой вдовы он преклонился к одному стоявшему там столпу и тостя столп этот стал большим деревом покрывающим ветвями своими весь дом этой женщины увидев такое чудо вдова устрашилась и сказала уйди от меня Харлампий я не достойно принимать такого мужа мне кажется что ты или Христос или Ангел или Пророк или Апостол умоляю же тебя уйди от меня я не достойно принять тебя под кровь свой на это святой мученик ей ответил дерзай червь так как ты так как ты обрела благодать у Господа только веруй что он великий Господь и милостив и всехвален на другой день утром соседи увидев высокое и многолиственное дерево сенью своей покрывавшая дом вдовице говорили друг другу что это за чудо а некоторые на это отвечали это от того что там святой Харлампий вот от чего этот столп стал высоким деревом взойдя в дом соседи нашли святого сидящим и получающим вдовицу он ей говорил блаженно ты что уверовала во Христа блаженно ибо тебе отпускаются грехи твои ибо Господь кающийся приемлет и сказал ему пришедший народ что же ты нам не скажешь действительно ли ты есть Христос святой Харлампий отвечал простите мне чада я ваш слуга и раб Христа и творю все сие его именем когда вдова с одерзновением громким голосом так воззвала радуйся Харлампий всегда сияющий неугасимым светом радуйся Харлампий благодать и великий радуйся Харлампий всесветлый светильник Харлампий переводит греческое значит радости и сияющий в то время как она это произносила пришедшие соседи ее уверовав сердцем во Христа припали к коленям святого Харлампии открыто исповедуя Христа и все приняли спасительное крещение на другой день царь велел привезти святого на судилище уверовавшие во Христа придя к царю ранее известили его о сотворенном чуде как прозяб столб и стал большим деревом всевер весьма удивился епаржа Крисп сказал ему царь если ты не повелишь убить мечом этого волхва скоро все пролистятся его чудесами и оставив наших богов и нас пойдут вслед него тогда царь осудил святого на усетение мечом услышав об этом мученик Харлампий радостно воспевал этот псалом Давидов милости суд воспою тебе господи пою и разумею в пути непорочней когда привидишь и ко мне и прочее до конца псалма того придя с весельем на то место где должен был окончить свой земной подвиг святой Харлампий сказал благодарю тебя господи боже что ты так милостив и щедр ко мне ты Иисусе поразивший врагов пленивший ад и исцелявший смертные болезни помяни меня господи боже моего царствия твоем когда он так молился разверзли с небеса и к мученику со множеством святых ангелов сошел сам господь и поставлен был прекрасный смарагдовый престол и царь слава востев на нем сказал святому Харлампию прийди Харлампий так много пострадавший за меня проси у меня чего хочешь и я тебе дам святой мученик на это отвечал для меня господи и то великая милость что ты исподобил меня видеть страшную славу твою но господи если тебе угодно воздай славу имени твоему пусть в той местности где будут почивать мои мощи и где будет почитать память о мне пусть там не будет ни голода ни моря ни плитворного ветра погубляющего плоды но да воцарятся в этом месте мир благосостояние изобилие пшеницы и вина и спаси господи души людей тех ведь ты сам знаешь что люди суть плоть и кров так оставь же им грехи их и подай им изобилие плодов земных дабы они насыщались наслаждаясь среди трудов своих проставляли тебя бога своего подателя всех благ сходящее же с неба росада будет им во исцеление господи боже мой излей на всех благодать свою после того как святой произнес эту молитву господь изрек да будет по прошению твоему мужественный мой воин после того господь вошел на небеса окруженный своими ангелами а за ним последовала и душа святого Харлампия тогда воины отправившись развестили царю о той славе кое исполнился мученик как как ему явился господь как он скончался без всякого усечения мечом и как они видели душу его восходящую на небеса и вер был всем этим очень удивлен и впал в великий страх блаженная галина дочь царя и спросила у него тело мученика и взяв его обвила его чистыми прощеницами умастила ароматами и многоценным миром и прославляя господа вложила его в золотой ковчег царь побоялся судить и наказать дочь свою видя что с нею прибывает господь он оставил ее жить в христианском благочестии по ее изволению всей непобедимой и непреодолимой великий мученик Харланд который теперь ходатайствует во всем мире пострадал в феврале месяце в десятый день в 202 году стоя одесную престола Божия он непрестанно молит о нас Господа нашего Иисуса Христа ему же слава и царство ныне и пресно и во веки веков аминь Богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала и веки с